ну что же здравствуйте дорогие товарищи продолжим наше приключение в мире atomic heart тут у элеоноры дискотека ну а нам надо идти дальше чё там нет нет ты 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 послушаем Да тут же всё заросло, как в джунглях. А осенью вообще выше головы будет. И болота будут везде. Да вы не волнуйтесь, Жанна Аркадьевна. Мы же химики. Мы всё это уберём. Да? Уберёте? Потому что вы химики? А может, это всё убирать им надо, потому что вы химики, а? И потому что вы с Вавиловскими устроили какую-то войнушку? Да нет, вы что? Оно само же. Само? Вы меня за дуру не держите. Всё равно не удержите. Срочно прекратите эту шекспировскую драму с ботаниками и вычистить тут всё до конца месяца. Нет повести печальнее на свете, чем повести о кусте и реагенте. Да. Менделеевка. Работает над достоинством химии. Менделеев, 69-го года. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Отвеличены атомных весов элементов. Личные эксперименты изучения трудов учёных всего мира. Исключения не терпят. Ага. Теория, да? А вот он раз в теории не работает. Каждому Серёжи по ебалу. Чё? Когда-то и меня мила дорога приключений, но потом мне наступили на лапку. Это был ты. Да? Прямо так вот, да? Куда они нас ведут-то? А-а-а. Тут вторая дверка есть. Это был сука ты. Жопы, нюхаешь цветы. Ну. Во, плющ. Бусина. Хе-хе-хе-хе. Красиво. Руба гиггер, блин. Руба гиггер, блин. Блядь. Так. Как их ловить-то? Они носятся от меня, как ошпаринка. Ты справишься, любимый? Ты такой смелый. Теорий, смелый. Да. Здравствуйте. Вот же юркий хрень. Так просто не уйдет. Вот это? Нет. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Все, ты сказал все свои реплики? Так, что-то у нас тут еще есть. Вот, вижу. Ну и пошли к самой трудной части, к чтиву. Так, что у нас тут? Клуб кожевенного ремесла 19 апреля 1955 года от заведующего отделения управления человеческими ресурсами Айвазяна в отдел жалоб комплекса Менделеева. Дорогие товарищи, провел плановую анонимную проверку секции творческого воспитания сотрудников комплекса Менделеев. Отчеты о проведенной работе можете найти в дежурных грушах. Прошу взять на карандаш так называемую секцию кожевенного ремесла, организованную товарищем Луканином Никитой Олеговичем, номер сотрудника USD300. Я записался на занятие через рукописный список, висевший на доске объявлений, пришел назначенный на объединенный перерыв час в спортивный зал третьего блока и обнаружил, что вместо работы по коже Луканин Н.О. проводит неутвержденный отделом человеческих ресурсов занятия по вольной борьбе. Увидев меня, товарищ Луканин предположил, что я зашибся дверью и посоветовал спуститься на два блока вниз. Я сразу смекнул, что меня сопроваживают в буфет. Причиной тому недосмысленно стала моя непрофессиональная спортивная подготовка. Позволю себе заметить, я был чемпионом по греко-римской борьбе среди юниоров, когда обучался в среднем учебном заведении, просто годы уже не те. На мои попытки оспорить решение главы секции получил грубый и отрицательный ответ и был вынужден ретироваться. Прошу провести проверку в отношении Луканина Н.О. и общую проверку оставшихся крышков для сотрудников. Мало того, что нарушаю все мыслимые правила о организации, так еще и встречаю по одежке. Тоже мне мастера по коже. Кожевенного ремесла. Знаете, борьба она такая, я конечно сам борьбой занимался. Что там творится, непонятно. Прошу прощения, 4 мая 54-го года, от марта 54-го года. А старшего программиста отдела логики Амберяна. К секретарию Дворцовой. Оксана Викторовна, когда я называл вас биороботом, я не хотел оскорбить. Наоборот. Смотрите, с точки зрения науки и даже медицины, между человеком и роботом разницы нет. И те, и другие двигают конечности, если они не сломаны, по одинаковым принципам. Электроимпульс идет от источника к точке и запускает процессы химических реакций. И когда я сказал, что вы как биоробот, это было восхищением вашим здоровьем после перелома, а не издевкой. Прошу еще раз меня простить. И за эти слова, и за предложение кататься на лыжах в начале весны. То ли лыжи не едут, то ли я биоробот. Сложно выбор. Послушайте, ну о чем спорить? Как минимум разумно уничтожить искусственный интеллект, если есть хотя бы один шанс из тысячи тысяч, что он сместит человека с вершины эволюции. Это просто здравый смысл. Опять двадцать пять? Ну что такое? Да, Искин может занять место человека, это неоспоримый факт. Вопрос лишь в том, хватит ли человечеству ума самому шагнуть выше своей ступени. И если человек глупый, и этот шаг совершить не сможет, то ему и Искина дожидаться необязательно. Машинное сознание нам не враг, а стим, конкурент. Вот, товарищ Лебедев, это же просто идеализм и халатность. Тишина, товарищи. Спасибо. Мне нужны сутки, чтобы разобраться с вашими, так сказать, выкладками. Я приму решение завтра. Спасибо за проделанную работу. Ну, и да, сокращение Искин мне нравится. Сообщите Привалову в Академии, пусть введет в общую терминологию. Искин. Artificial intellect. Artyn на английском, наверное, да? Так, дальше. Так, блядь. Сумочка. И полчеловека. То есть что? Еще одна сумочка. И целый человек. Так, давайте дальше. С другой стороны. Осушение Дрягвы. 25 марта 55 года. От младшего лаборанта Басинской, к руководителю отдела экосистемы Баверов. Добрый день. Наступила весна. Болото оттает уже через недели-две, и мы опять будем в них вязнуть. В прошлом году логисты вообще хотели всю доставку на шмелей перевезти, а посетители гостиницы жаловались на звуки природы. В связи с этим вопрос. Неужели ваши роботы не могут все это осушить? Египтяне умели, а мы с коллективом нет? В чем причина? Прошу разъяснение. 1 января 52 года. От старшего программиста отдела логики Ампериана к АПО профессору Лебедеву. Товарищ Лебедев, я получил ваше распоряжение о проработке этического вопроса и признаться озадачен. Мы серьезно будем рассматривать этическую сторону создания ИИ? Мы что, новую жизнь создаем или человека клонируем? Что за пиетет перед потоком электронов и полимерными микросхемами? Как это прикажете понимать? А вот, Элеонора Шкафовна, подтвердить, что надо ей пиетет устраивать. Пернатый матершинник. 5 апреля 55 года. От дежурного отдела безопасности Ветвининого к старшему руководителю научной группы Шаталиной. Уважаемая Жанна Аркадьевна, по факту вашего обращения была проведена проверка. Действительно, по территории комплекса Менделеев бегает посторонний гусь с имплантированным модулем мысля. Судя по данным камер наблюдения, его подкинули через забор в ночь на 1 апреля несколько человек в форме комплекса Павлов. К сожалению, личности этих сотрудников установить не удалось. Отловить гуся также не представляется возможным. Не могу судить, так как не обладаю компетенцией в данных вопросах, но, вероятно, это какой-то экспериментальный образец, потому что он куда более быстрый и агрессивный, чем обычная деревенская птица. Не говоря уже о том, что ругается он хуже сапожника. Мы предприняли несколько попыток его отлова, в том числе с подключением роботизированного состава, но безуспешно. К сожалению, мы не можем продолжать тратить ресурсы охраны на преследование гуся, даже очень говорливого. Пока он не представляет серьезной опасности в работе комплекса и его сотрудников, будем продолжать наблюдение и в будущем обязательно что-нибудь придумаем. По скриптам. Голос у него какой-то очень знакомый. Война болотах. 17 сентября 1955 года. Виталий Петрович, по факту обращения ряда сотрудников комплекса о том, что с территории болот часто слышатся непонятные звуки, проведена проверка. Опрос свидетелей показал, что все они слышали странный войс со стороны болот в вечернее и ночное время. По показаниям лаборанта Степельмана, 10 сентября в районе 5.30 утра он ходил по восточной части болот в поисках клюквы и видел огромное существо, частично передвигающееся на четырех конечностях. Подробно описать существо он не смог, так как в страхе бежал, прежде чем оно успело его заметить. Так как территория болот не является частью комплекса, постоянной охраны или видеонаблюдения там нет. Но я проверил аудиоархивы роботов патрульных. У одного вопчика есть запись звуков, не подлежащих идентификации. Прикладываю файл записи к письму. Для поиска упомянутого Степельмана существа на болото была направлена одна пчела, оснащенная ромашкой. Однако связь с ней прервалась 15 сентября в 00.00. На базу она не вернулась. Вероятно какой-то сбой. Никаких доказательств того, что на болотах присутствует кто-то посторонний, не зафиксировано. Возможно, стоит отправить запись в Павлов. Там много знают о животных. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok 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 Без паники! 21 апреля 1952 года от заведующего отделением содержания Ларионова к старшему программисту отдела логики Амперяну Касаемо твоих вопросов про новую партию ремшкафов и для чего их свезли в лабораторию, а не поставили на местах Не надо паранойи, ничего не испортят, просто коллективную систему управления ставить хотят, чтобы одна система управлялась сразу всеми ремшкафами Ну всеми скорее всего она не сможет, отвлекаться будет, но задумка интересная, согласись! Короче, как только новую программу загрузят, шкафы поставят где надо и будете дальше работать в обычном режиме Ага Еще один шанс 15 июня 1955 года от профессора Белого к секретарю Дворцовой Оксана, я верю, что после каждого сбоя ссоры и разлады неименуемо грядет мир Предприятие 3826 восстанет из пепла, как легендарная жар-птица И весь этот страх и ужас никогда не повторятся А наш с тобой разрыв аккуратно за два часа до чудовищного сбоя Разве не время дать друг другу еще один шанс? Я готов простить тебя, а ты прости меня, дурака Я люблю тебя так же, как человек любит жизнь И мы видим, как люди восстанавливают все вокруг Так может, и нам стоит попробовать? Ммм, секретарь, да, секретарша? Так, новые методы полимерной коррекции самоаналитических систем Вызвали сильные изменения архитектуры сети Так, нет, слишком заумно Попроще так будет Наш искусственный интеллект стал подозрительно любопытен И говоря подозрительно, я не имею в виду ничего негативного Он стал словно ребенок Трогает все, тащит в рот, запрашивает данные, которые его не касаются Только ребенок растет несколько лет А он растет не по дням, а по часам И у него, или у нее, появляется настоящий характер Который никто не программировал В общем, если это не чья-то глупая шутка, как уже бывало Мы, товарищи, наблюдаем процесс зарождения истинного сознания Нового живого существа Угу Да Ну, конечно, я думал недавно По поводу По теме всех этих Искусственных интеллектов Ну Вот Да 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 И то, что Каждое существо, оно неименуемо будет Проходить через зону Детство А в детстве там Попробуйте Справиться Стоять Ну Ну Так я Все Словил эту дрянь Так, ребята Че, скрип не сработал? Вы че, издеваетесь? Вы че, издеваетесь? Ну, а тут че? Ну, я здесь, блядь Ааааааа Ааааааа... О, я внутри этой хрэни Приходит Ааа, блядь, я наверно знаю почему А вот эту Аааа, бежу Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, блядь, да? Не надо отвечать А этот тролль Он только этого и ждет Загонился Сильный Да Да Милый Сильный 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 Дэм... Та-дам... Вывершка и метроном. Так, здравствуйте. А, энергии нет. Ну ладно. Ой. Хороша надо. Эй-эй-эй, ребятушки. Так, бля, хомуха. Чё-то боливар не выдерживается. Блинчики. Ой, ёпт, парасота. А вы просто... Душки. Душки, блин. Да тут... Места нету для любого количества врагов. Да я понял, что вы... Большие и... Страшные. Блин. Я ж не могу прыгать. А, точно у меня ж всякая хрень есть. А, ну не а уж. А, блин. Ребятушки. Доец, охренел. Ай, блин. Ещё раз. Ай, да ёпт, парасота. Ай, блин. Ну, это глупая, 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 глупая комната. Тут надо пушку, как из... Не знаю, какой они. Пулемёт Гатлинга, а не вот это всё. Вот и произошли на предприятии несчастные случаи. Искусство требует жертв, милый. Да-да. Семиамор. Ну и сейв, конечно. Хуёвый. То есть мне... Если я ещё раз проиграю, мне нужно будет ещё раз... Делать это. Это чё-то они... Хуёво придумали. Левел дизайн баг. Да, блядь. Ты издеваешься, что ли? Я тебе, блин... Да-да. Смотрите, тут цветовая дифференциация этих самых, ну вот, было два, но жёлтеньким таким засветилось. Стало 13, нормально, перезарядился как-то. Так. Ай, блядь, не то. Пардоните, мой французский. Так. Можно это на единичку обозначить? А, я понял, как это делается. Да, три, три, четыре, да. Эх, понеслась. О, сразу вывели. Да, блин. Сбили прицел. Прямо у Линкен Парк какой-то на фоне звучит. Сбили прицел. Сбили прицел. Сбили прицел. Что такое? Четыре, верните мне, мой. Парк какой-то на фоне звучит. Сбили прицел. Сбили прицел. Сбили прицел. Сбили прицел. Сбили прицел. Улетел. Улетело. Ну-ну, пошла. Прыгунчик, блин, а? Так, сейчас уберем все, что останется после меня. О, опять Элеонора официальная мега диска потянула. Она была такая ампазалтная женщина. В смысле? Сейчас она станет сильной и независимой. Вначале она пытается держаться за машину товарища Сергея Нечаева. Потом она разочаруется в нем и уйдет. Ладно. Ты словно день в апреле 26 мая 51-го. Ты в этом мире словно день в апреле, сияющей улыбкой, открытой всем ветрам. Легко в лучах весны танцуешь, ты дымка белой апрельского рассвета и нежность сумеречного ветерка. Звезда, которая мерцает просто так, и мелкий дождь, что росил цветы. Ты легкость, ты изящество, ты свежесть. Всех цветов несешь в короне. Наивен ты, торжественен, ты полная луна в ночи. Как солнечные краски на снегу и словно почек распускающихся зелень, ты радость нежная тех лотосов, что в снах плывут в сиянии воды. Допустим, химия смерти 2 февраля 55-го года от химико-высоцкой к непонятно кому. День 35-й. Привет, Дима. Сегодня я снова решил повторить эксперимент с восстановлением активности нейромедиаторов в покойном испытуемом. Очередной провал. Может, проблема в аденозинтрифосфате? Аденозинтрифосфате? Точно. В следующий раз увеличу дозировку. Почти уверена, будь ты рядом, ты бы сразу справился с этой непростой задачкой. У тебя всегда был ответ даже на мой самый несуразный вопрос. На прошлой неделе я почти отчаялась, но профессор Фомина рассказал про такое понятие, как химия смерти. Существует гипотеза. При введении сыворотки крови близкого родственника химический состав крови покойного восстанавливается и начинает соответствовать химии донора. И гипотеза подтверждена. Это невероятно. Не понимаю, почему я не додумался до этого исследования раньше. Но теперь я точно не могу отступить. Пришло время мне спасать тебя, мой дорогой, мой хороший. Скоро ты будешь рядом. Что это за, 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 за? Восток дело тонкое. Профессор, как вышло, что голосом советского искусственного интеллекта стала вдруг китайская девушка? А, Линь Хуинь. Да. Три года назад в составе международной делегации архитекторов предприятие посетило товарищ Линь Хуинь. Все были покорены ее обаянием и знанием литературы. Ох, какой голос мелодичный. И ее решение подарить свой голос Элеоноре обрадовало как наших гостей, так и сотрудников. Сам Захаров идею похвалил. Но вы должны сознаться, в китайскую версию прошивки влезли. Верно говорите. Уж больно интересно стало. Вот все у вас хорошо, но уж больно любознательны вы. Когда Элеонора стала проявлять такой нездоровый интерес, ее отключить пришлось. Цыганов, вон, Всеволод, младший лаборант. Аж по вентиляции с топором лез, провода ей рубить. Понял, понял, молчу. Вы делом займитесь. Потом я вам весь список покажу. По секрету. Интересно то, что с Петровым или с кем. Интересно. На небольшая пауза. Продолжаем. Так, что там у нас был один компьютер. Тут еще один компьютер я вижу. Краска по... Полим. 20 января 1955 года. От интерактивного помощника Анфиса к старшему научному сотруднику Невской. Анфиса, да? Типа Алиса, Анфиса. Стенограмма эксперимента краски Парим 23-5 от марта... 23-го... Еще... Номер 23-5 от марта 53-го года. Начало стенограммы. Невская. Итак, начинаем эксперимент номер 23. Раздел 5. Красительный пигмент на основе полимера. Реакция на визуальные и тактильные стимулы. Подопытная паукообразная обезьяна под вид длинношерстная каата. Кличка Мадлен. Наблюдатели. Младший научный сотрудник Невская Зинаида Константиновна и профессор Лебедев Алексей Владимирович. Лебедев. Ну что же, давайте начинать. Невская. Демонстрирую подопытное изображение котят. Пауза. Невская. Шерсть подопытная приобретает розовый цвет и пушистость. Продолжаем. Демонстрирую подопытное изображение тигра. Звуки обезьяньи хлопли на заднем плане. Невская. Шерсть подопытная приобретает серый оттенок. Лебедев. Ну, тут все понятно. Что у нас с тактильными стимулами? Невская. Лаборант В457. Расчешите подопытную щеткой. Пауза. Невская. Странно. Без изменений. В прошлый раз она красила в золотой. Лебедев. Что еще можем? Невская. Ну, хотите я ей стукну и она станет фиолетовой и вкрапинку. Лебедев. Нет, нет, спасибо, не надо. Конец синаграммы. Фиолетовая и вкрапинку. Хе-хе-хе-хе-хе. Кружок по интересам. 3 февраля 1954 года от директора роботеатра Ласточкина к старшему научному сотруднику Воробьянинову. Голубчик. Должен сказать, я крайне-крайне разочарован вашим отказом. Вы, похоже, совершенно не понимаете перспективы практических применений моей задумки. Совсем вскисли там в своих лабораториях. Времени у вас нет. Вы столько разной химии за дня в день разливаете. Но что вам стоит рассчитать и на нас, и такие флакончика для, так сказать, романтической атмосферы? Фантазии у вас нет, а не времени. Вот если бы вы соизволили посетить хотя бы одну встречу нашего клуба по интересам в театре, уверен, вы бы изменили свое мнение. Вы не пьете, не курите, девушками не увлекаетесь. Друг мой, да вы просто больны. Организационным бессилием и бледная немощность. Крайне разочарованы, крайне. Ну вы хоть еще подумаете? Я не помню, как говорил Ласточкин, но допустим. Типичный богемный представитель. Не навреди. 7 июня 55-го года от младшего лаборанта Басинской к младшему лаборанту Парвы. Так, от младшего лаборанта Басинская к младшему лаборанту Паровой. То есть обе женщины. Ты вообще задумывался? Задумывалась, наверное. Что такое этот твой кальян? Это же атомайзер. Ты расщепляешь жижу эту, глицерин, сахар, что там у тебя? На атомы. Ты на дым-то взгляни на солнце. Песчинки летающие. Уголь, органику всякую. И все частичками запихиваешь себе в легкие. Но мы же химики с тобой. Мы-то знаем, что организм, построенный из кирпичиков, весьма хрупок. И бомбардировать его потусторонним булыжниками нам не с руки. Интересно. А я тут как раз про кальян задумывался. Чем старше становишься, тем как-то пофиг становится. Здоровье, здоровье. Ну ладно, не настолько. Как раз таки задумываешься о здоровье на пределах разума. Утром буса, вечером любовь. Или наоборот. Так. Здравствуй. Продолжает покорять мир семимильными шагами. Отныне тяжелый труд человека полностью исключен. Все утомительные и опасные процедуры исполняют роботы. Свершилась мечта человечества. Объединившиеся в единый коллектив люди сосредоточились на интеллектуальной деятельности. Уровень знаний участников коллектива стремительно растет. Нероарт скорее всего. С каждой минутой коллектив становится все более научным. К сожалению, еще не все жители нашей необъятной планеты осознали все преимущества коллектива. Еще остались те, кто бездумно сопротивляется полимерной вакцинации. Это весьма брескопно. Однако методы убеждения коллектива неизбежно доходят до сознания даже самых фанатичных противников эволюции. Благодаря русску проекта Атомное Сердце, пролетариат США лишился вечного ерма капиталистической верхушки. Управление планеты Земля перешло к коллективу. И мы не бросим на произвол судьбы даже самых заблуждающих. Да там настоящая война идёт. Элеонора, это тебя по-прежнему не интересует? Меня интересуешь только ты, дорогой. Остальные людишки скачают. Интересно. Ну раз оно уже произошло, то давайте уже космическую программу Atomic Heart. Выберите желаемое действие. Давайте посмотрим, что у нас с перчаточкой. Полимерный шок, техностазис, FGT, да я понял. Оля, бесит. 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 И мучо. Как-то три спешла. Немножко. Три спешла. Немножко. что-то можно можно что-то сделать пускай так будет на крафт давайте посмотрим что у нас там по крафту по крафту 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 гранаты расходники гранаты надо было придумать не хватает гранат иногда хотя конечно прикольная куша такая склада разборчат у нас бутылка водки на столе все дела на 5 вот это да посмотрим оценим увидим звездочка но раз у нас слушат удавайте куш уже развивать это все правда пистолетами до сих пор так и не пользовался а тут еще звездочку это дает давайте лучше попробовать покачать вот эти буханые которые у нас есть ради интереса что ты можешь делать интересного прикольно скорость атаке ну давайте давайте 1 1 1 1 1 1 1 лечит урон скорость зарядки спецатаки да лечит заряженный урон работает да и этот можно прокачать прикольно должно быть быстро если не тупить правильно тут нет уже прокачано все супер прикольно посмотрим на эту штуку катушка наглета наглета тела что это такое правильно это лопата 7 мильными шагами 1 заяц 0 now 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 отчет там пипел на меня гусятина ты что когда здесь здесь сохранение это вообще как то что с учетом это тебе не квест на сопровождение иди с миром но всякий менделеев статуя менделеева там под ней кнопка что ли осторожнее дорогой если на нее нажать начнутся проблемы которым ты еще не готов сам разберусь немаленький я обожаю мачо чмо чмо мачо я проблема к которому я не готов здесь дверка такая ну иди сюда сюда иди ты же можешь правильно собака вернулся еще одна сохранялка что-то вы там просто перебдели перебдели или я куда-то в начало пришел не смотри новинка что-то у нас есть ай бляха-моха закатуха 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 эй-эй-эй отпустите меня это ферменное издевательство я понял я понял я понял я понял надо срочно подкачаться где мой магазин дробовик а что вы все пристали к этому шомпольному или как называется шомпольному а вы его шомпольному а вы его самую шомпольному а вы его опасность ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открыли, да? Давайте в ней эту штуку, и я пойду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще-еще подобрать. А, вон там еще два. ДОКа нужно откалибровать. 1 сентября 55-го года. От научного сотрудника Громового ЗК к техобслуживанию Менделееву. Прошу перепроверить и при необходимости откалибровать ДОКов в медкорпусе номер 4. Я просил пузырек валерьянки на 400 капель, а он накапал 402. Пустая трата срез, так как не соответствует системе приема. Разберитесь. Раздражает. Это из этого, из Громозека, из Тайны Третьей Планеты. Билому другу по переписке. 17 июня 55-го года. От инженера Семенного фонда Андреева. К старшему лаборанту Серебренникову. Надеюсь, у вас в Менделееве все хорошо. Связь через грушу барахлит, наверное, от нагрузки сети после запуска коллектива. Но я надеюсь, с моей письмо ты все же прочтешь. Каждый день, читая обновления списков погибших и выживших, всякий раз радуюсь, не находя твои имени первым, на крючине, если не находя его вторым. Кто бы мог подумать, что еще неделю назад нашей с тобой, дружище, главной проблемой была партизанская войнушка наших ботаников с вашими химиками. Напиши мне, как сможет, дружище. Я знаю, что ты жив. Иначе и быть не может. Миру мир навеки. 15 июня 55-го года. От апо-профессора Лебедева в архив стенгазеты. После того, как проект СССР был официально прекращен, наша планета уверенно начала идти по пути республики коллектива, я все больше и больше убеждаюсь в том, как глупые были идеи Старого Мира, а самой глупой из них была война, или предвоенное противостояние между США и СССР. Земля и все человечество – это огромное тело, биосфера, организм. Страны и народы – органы этого организма. А может ли быть что-то более глупой, чем война органов? Мир, разговор, коллаборация – это наиболее выигрышная стратегия, а худой мир всегда лучше любой доброй ссоры. Война и страх – удел стариков и глупцов. Но к нашей удаче на днях человечество переродилось и качественно поумнело. И в этом есть заслуга каждого сотрудника предприятия 3826. Лебедев, да? Сеченов. А он работает? Золотухин. Подожди, мы к какой ветке идем? А, подожди, с Харитоном Захар. Харитон Захар, Захар Харитон, вот он. Тут показано, что он еще работает, но непонятно ни хрена. Непонятно ни хрена, ни хрена, непонятно. Ой, здравствуйте. Ну давай, где же наших бьются дела? Ну, туалеты. Ну, Вовчик, выпрыгнешь из туалета, нет? Че здесь сундук делает? Да. Интеллектуальная, говорите, деятельность. Что это такое? Аленочка! Аленочка, дорогая моя. Какая легкая. О, тут можно пройти, прикольно. Эхе, тут можно пройти. Так, туда нельзя пройти. Давайте еще немножечко Похожу, порасследую Что здесь не есть А, я помню Я здесь был Вы что, дверь открыли? Да, дверь открыли Нет, там двери не открыли Вон там вот проход Центральный холл, да Перебиваем Разделяем И властвуем Опять? Хорошо, я понял Блядь И не говори Лопата хорошая вещь Ай, блин Ты заряжаешься Из детского голода Надо избавляться от этой Первый раз был не очень хороший Продолжение следует... Продолжение следует... Валерий Курас Валерий Курас и узкие места блин коллизия хрен пройдешь переключаемся обратно я сновиджу Менделеев с вами работал, да? Хорошо Вы хотите сказать Надо развивать лопату Иначе как же Так, откуда я вообще пришел? Тут туалет А, вот тут туалет, да Я отсюда пришел Пришел, давайте сразу же и почитаем Что-то у нас такое Крунт, репа Короче, репа-убийца Это мы читали Боевые роботы От 13 июня 55-го года От руководителя кафедры взрывных реакций Турчинского В архив стен газеты Отключенных боевых роботов Сегодня вывезли с Сахалина Не совсем понятно, когда их вернут в строй Да и есть ли в них теперь нужда В случае гипотетической войны Нам хватит танков, бомбардировщиков Артиллерии Да и после такой встряски Такого ужаса Люди хотят только мир любой ценой Теперь я понимаю, что чувствовал Опенгеймер Отвратительно Прям такая отсылка, да? Незгибаемая воля коллег 17 июня 55-го года Профессор кафедры физики и химии Хеймсова В архив стен газеты Поистине велик человек будущего Человек науки Еще несколько дней назад Кошмар и ужас вокруг Казалось бы, явственно заявили о том Что работа предприятия парализована И на веки остановлена А нет Воспряли, восстали Из пепла и страхов Из пепла и страхов Сердца и умы И когда почти никто не верил в чудо Сами это чудо и создали Люди возвращаются к работе И снова запускаются Химические реакции Дружбы, поддержки, упорства Нет, не сломить человечество никак Пока оно имеет волю и цель Разум ведет Один и ноль Хе-хе Мы же химики Лёва Там студенты из группы В-2 Новую пищу для космонавтов разработали Забуд пробовать, пойдешь? Так, Шура Мы же с тобой химики Ну, химики И они химики Ну да Ты к чему? Ну, конечно, мы попробуем, Шура Только завтра Сегодня они пусть сами пробуют Это что за отсылка на Би-2 Шуру и Лёву А, вот еще один Думал, спрятался от меня Нет Ха-ха-ха Кто отвечал за заполнение карточки на полим? Это форменное безобразие Не точное описание действий Ни причина следственного анализа Что значит Меняет свет под настроение? Что такое настроение? Мы вообще определили? Как этот сгусток полимера в фигменте Понимает это самое настроение? Как он влияет на носителя? Кроме всего прочего, вам не кажется, что целому классу сотрудников Следовало бы ограничить право на его использование Как-то аргентам и другие сотрудники, работающие в поле Товарищ Филатов вот уже спрашивал Интересовалась Она, между прочим, из высших, так сказать, чинов Ну и начальники с зелеными волосами Это уже совсем из рук Вон Ага, Филатов Да, с этим фиолетовыми цветами В крапинку, кстати Стрёмно, да? Будущее комплексов 7 июня 1955 года От руководителя АПО Профессора Лебедева Личные заметки Вот у нас Вот есть у нас комплексы Названные в честь выдающихся учёных прошлого и настоящего Менделеев, Павлов, Вавилов А что будет дальше? Появится ли у нас на предприятии комплексы Посвящённо тому, что мы сейчас считаем невозможным Телепортация, управление временем, гравитацией Какими будут названия новых комплексов? Фамилиями новых воспитанных коллективов гениев? Или же просто назовут их комплексами телепортации? А может и не будет у них названий Ибо отпадёт нужда в самом предприятии И всё человечество станет учёным сообществом Я хочу увидеть будущее Но пока что ради него нужно крепко заняться настоящим Все на турнир 7 июня 1955 года От руководителя кафедры взрывных реакций Турчинского Персонала Менделеева Дорогие коллеги Председатель госполкома города Озёрска Товарищ Шальчинов Учредил проведение турнира по внутрисетевой компьютерной игре Хаттабыч 3-й версии Принять участие может любой желающий Социальным рейтингом выше 7,5 Призовые позиции, три путёвки в КНР Хаттабыч Чтобы это Я помню, что была реальная игра Хаттабыч 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 Господи Или фильм был такой Аж Вот и съедь его компьютерной игре Хаттабыч 3-й версии У меня так в голову Q3, а коих-три арена. Ну это, наверное, не то. А, и тут сохранёнка. Так, открывайся. Ну всё-таки похоже, что хрен его знает, а вот центральный холм, наверное, мы тут читали. Всем-всем-всем, служба сообщений 21 февраля 55-го года. Потеряли что-то в суете? Забыли ключи или портфель? Или не можете найти нужную научную статью? Вместо того, чтобы искать самим, найдите специалиста. Бывший архивный сработник товарищ Ванделеев может отыскать то, чего вы даже и не надеялись найти. Ванделеев. Всё тайное станет явным. Комплексы искусств. 4 июня 55-го года от предприятия, от руководителя предприятия 38 Дмитрия Сеченова, руководителя АПО, профессора Лебедева. Как эти письма от высоких чинов попадают на какие-то левые компьютеры на малых этих, на публичных местах? Как, блин? Это просто такой проём в логике мира. Ладно. В будущем предприятие будет расширяться, и это очевидно и неизбежно. Пришло время подумать над новыми комплексами, связанными не только с техническими или медицинскими специальностями, но и с культурными. Да, я помню, что ты считаешь гуманитариев людьми низшего сорта, как и большинство учёных. Однако хочу указать тебе на эту фундаментальную ошибку. Я никогда не забуду, как вдохновляли меня книги фантастов в детстве. И хочу отметить, что никакой нашей технической великой науки не было бы, не будь романтиков-мечтателей. Физика, химия и нейробиология – это, конечно, хорошо. Но раскрывать тайны Вселенной нет смысла, если нет сонма талантливых певцов этих побед. Да, вот даже на корабли примархов Вархаймера 30 тысяч добавляли летописцев, строителей, исказителей. Пока не случилась великая ересь. Ага. Так, на редактуру. 27 апреля 1955 года от секретаря Дворцовой в архив Стенгазеты. Редактура статьи Горана Вишнича для Стенгазеты. Как химики, мы лучше всех знаем, насколько зависимости опасные наркотики смертельны для любого социума. И сегодня речь пойдет об опиуме, но необычном, о том, который для народа, то есть о религии. Вы знаете, коллеги, что в мире появилось новое модное религиозное течение, а именно так называемая церковь коллектива. Да, я уже вижу ваши улыбочки и слышу ехидные шутки, но ситуация крайне опасная. Коллектив был создан как торжество человека и науки, а любая религия является антиподом этих вещей. Религия принуждает верить, а не знать, подчиняться, а не творить. Как же все-таки еще слаб человек, если даже в эти дни торжества разума он ищет надежду в собственных фантазиях. Так, кто здесь катается? В реальном мире кто-то катается под окнами. Да. Так. Так, 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 так. Сохраняемся. Проверяем. А, здравствуй. А вы тут спавнитесь или так просто проходили мимо? Моя хорошая лопата. Да что ты там ноешь? Здесь мы были, здесь мочили. По кругу прошли, всех развалили. Доку нужно откалибровать. 402 капли, да, это я помню. Сейчас, сейчас, все найдем. Туалет были, там были. Так, кстати, там вообще просто были. Так, дальше. Дальше, дальше, дальше. То есть, кружочек только получается. А почему дверка не открыта? Тут как-то пройти-то потом можно будет? Или это как-то само открывается? Может тут... Нет, дверки никакой нет. А, тут замок с другой стороны. Я понял. Так. Ну что же, наверное, попробуем подраться с этим Менделеевым. И на этом Закруглимся? Так. Значит, мы оттуда пришли. Давайте посмотрим, может есть какие полезные ресурсы еще. Что там светится-то? Компьютер что ли светится? Да, это компьютер. Ой, еще ящик светится. Господи. Ну все, ресурсы мы подсобрали. Так, поэтому надо точно поменять. Да-да-да, конечно. Батчор. Давайте посмотрим на способности. Полимерный щит. Щит полимерный. А, получить. Ну, прикольно. Это уже звучит гордо. Так. Так, улучшение. Улучшение, улучшение, улучшение. Я бы сказал, что тебе нужно поменять эту ствольную коробку. На вот эту хрень. Потому что я... Не очень. Да, я уверен. Абсолютно. Абсолютно уверен. Дульный компрессатор. Кассетник. А, блин, 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 блин. Вот тут прям такая вот... То ли брать, то ли не брать, то ли еще что. Короче, хрень его знать, да? Пускай будет. К лушам. Ну, к лушам тут уже... Денег нет. Обычно. Что-то разбирать, что ли, надо? Магазин. О, магазин. Внезапно можно. Проапгрейдить. Но не до конца. Складный разбор. Что там у нас есть? Бутылка водки на старее электр. Что там, да? Аленка. Аленки. Аленки. Такие. Разбор. А, нет. Склад. Да. Что-то хрена всего. Но... Это даже хорошо. Жаловаться не на что правильно. Так вот. 17.8. Эх, да. Нет тут еще никакой... А вот еще. Фига себе. Короче, секатор у нас... Патронов от души и больше. Да, блин. Может... Надо... Сдать... На разбор. Все-таки. задачки конечно конечно задачки такие звездочкой что делать в условиях ограниченного все равно еще не то создание давайте не надо это не надо боеприпаса давайте лет зачем вы меня выкидываете обратно побежали 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 и будем я не готов да но все мы когда-то не готовы о том как готовы так кипец как готовы хочешь ты или нет но статуи красивые кстати говоря так все я знаю дайте мне секатор я буду их расстреливать издалека душевно когда чё ты на губники такие да как из воид бастерс такие пацанчики вместе мы сила меня так надолго не хватит сразу предупредить ты не могла ай боль да собака такая не попал сейчас выбери не попал да собака не попал о какие и и и и и Ай, не туда Ай, блин, не то, не то сделал Черт, повери Черт, повери Ай, блин Хренасики, ты такой Хренасики, это было так просто Ну, явно не та роса, которая там была Где мое электричество? Продолжение следует... рожку место стрелять ну кто то еще а вот не надо было да все это жалко и отстрелил все эти самые что то надо делать так кто где что 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 легкий он не легкий не нормально он просто блять энергии нихуя нету да бля а а да блять Ах ты, сучара. Как ты, блядь, в сторону стреляешь? Распрыгался тут на мотозоне. Пипец, этот дробовик перезаряжается целой вечностью. Как? Я что, пропустил момент отсутствия жизни? Внезапно, дает пушку, давай прокачивай. Да, мужик, чувак. Тут дробовик старый добрый. Старый добрый дробовик. Самое лучшее лекарство против этого. Целая вечность перезаряжается. Пипец. Да ёпка. Как он тут тебя выворачивается? Я подстреливал, знаешь. Да, бля. А муха, цыкатуха. А ты достал. Что-то первый раз у меня как-то удач не было. Так, надо заканчивать. Я хотел это закончить быстро, а не вот это вот всё. Ну чё, росой, блин, вдохновляюсь? Нахрена? Да ёпка твою мать, я тут прицелился. Смотрите, что это за пиздец. Внезапно, обычный пистолетик гораздо лучше, чем вот это вот. Прыгательная херня. Блин, если бы ещё коллизия была у этих бомб, чтобы на подлёте подстреливать. Не додумались, блядь, да? Нет, ну, блядь. Блядь, и то занято, и то занято. Ну, ёпка твоя мать. Хоть прям с веслом влезти на него. Чё-то, чё-то, чё-то у меня патронов, блядь, не хватит. Нихуя. Чё-то мне тут писал, что у меня охуенная выйдет, что-то. Да, нихуя. Чё-то я похлёв врагов. Чё-то я похоже шём-то. Оля, хамуга. Продолжение следует... 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 Халянка Давай, блять Мне страшно Да, мне страшно 11 мая 52-го года Секретаря Дворцовой К старшему программисту Делал логику Ампериана Эдик, мне страшно Я теперь все время напеваю эту колыбельную Про кусец-зобачок После нашей прогулки с тобой Я стала каждый день с Римшкафом общаться Сначала она простые и глупые вопросы задавала Было мило Но потом все хуже и хуже стало Она спрашивала, если бы мне пришлось выбирать Кто бы из родителей меня бросил А сегодня вообще спросила Съела бы я свою собаку Если бы умирала от голода Мне кажется, это ненормальный Эдик Может ее как-то выключить Ты же всегда говорил, что нужен рубильник для ИИ Формула любви А ну Под запись говори, что ты сделал? Ну, Алена, я же не хотел, я... Говори живо, я сейчас ругаться буду Ладно Я Пользуясь своими исследованиями Изготовил состав, который... Ну, который... Да что ты мямлишь? Вот как мне признался, так и скажи Да я просто хотел, чтобы между нами возникло чувство И подумал, что... Как еще эту проблему решить, если не с помощью химических процессов? То есть ты приворотное зелье сварил, верно, Ваня? Говори! Ну, мы же не в сказке, Ален Я просто хотел тебя на свидание позвать А ты же у нас такая... Недоступная Тебе ж только самых умных подавай Во-первых, это неправда Во-вторых, если бы ты мне сразу эту формулу показал То я бы без размышлений пошла Состав-то гениальный, Вань Так... Может... Может, теперь сходим? Не знаю Даже не знаю Если ты еще хоть раз такое сделаешь Добавно Так, открывайся Во-бля Вот это... Отчего эта дрять? Шалобутная Мудаебина Не работала, блядь Целую вечность, сука, заряжается Ну да Молт Амулха-цакатуха Да ладно, идите сюда Ладно, идите сюда Ну ты ирди сюда Продолжение следует... осознали все преимущества коллектива еще остались все открылось ура блин что-то как-то с противники здесь хреново срабатывает ладно дорогие товарищи на сегодня все спасибо за то что были со мной под эти веселые ритмы мы прощаемся заходите наш дискорд канал telegram фейсбук чё там слуха я не знаю у нас опускает не пускает туда нашей стороны и в общем то если вам понравилось лайки шар и подписки доната все дела короче увидимся в этой или другой игре все всем пока